Ютуб своей статистикой в последнее время плавно намекает на то, что я как создатель роликов, мягко говоря, устал от собственного однотипного конвейера. Более того, даже вы, мои горячо любимые зрители, писали о том, что из видосов пропала атмосфера и будто чего-то не хватает. Ну что ж, давайте наконец бахнем что-нибудь душевное и простое. Конечно, в лучших традициях канала. По не очень известной игре, бесплатной игре и, не стесняясь, выражениях. Говорить же будем сегодня об игре Warheaven от печально известной южнокорейской компании Nexon. Почему печально известной? Да потому что челы сделали около 40 игр, но успеха, и то в локальном масштабе, достигла буквально тройка проектов в лице MapleStory, Vindictus и BlueArchiva. У Nexon очень простой подход. Если игра спустя время после релиза начинает идти ко дну, то гораздо проще влить бабки в какой-нибудь новый проект, чем исправлять ошибки в уже вышедших игрулях. Посему теперь любой анонс от Nexon воспринимается как что-то на уровне, ну понятно, чем все закончится. Но не могут же они постоянно обсираться, верно? Должны ведь проводиться работы над ошибками, пересмотр концепции и все в таком духе. Тем более геймплейный трейлер в 21 году выглядел вполне себе ничего так. Да и на Геймскоме 23 года мультик красивый показали. Наверняка на этот раз уж точно не напортачат. И как бы вам так сказать, упавший пиковый онлайн с 10 тысяч до 2 в сутки, меньше чем за месяц после выхода в открытый доступ, говорит, что походу Nexon продолжает держать марку. Значит давайте разбираться что к чему и как так получилось, что игра визуально напоминающая плод запретной любви For Honor и Panzara, по итогу растеряла большую часть аудитории, по сути даже не начав развиваться. Меня если кто забыл зовут Спейс, я все так же за вас играю во всякие непонятные бесплатные штуки в рамках рубрики «Зато бесплатно», и на этот раз меня хватило всего на 8 часов в убогом средневековом фэнтези-экшене под названием Warheaven. Приятного просмотра. Эй, подожди-подожди-подожди, в смысле ты сходу заклеймил игру убогой? Да все потому, что иначе никак происходящее на экране назвать язык не поворачивается. Вот ответьте себе на вопрос, благодаря чему можно сделать средневековые сражения интересными? Я вижу два варианта. Первый, сделать сражения массовыми, как было в случае с Warlanders, ролик по нему если что лежит на канале. Когда в бою одновременно участвует большое количество игроков, можно пренебречь широтой механик боевки, в пользу того, что за тобой толпа и перед тобой тоже толпа, каждый из которых преследует свои цели. Вариант второй, сделать боевку скиллозависимой, как было в случае все с тем же For Honor. Различные увороты, выбор направлений удара, блоки и штрафы за атаки во вражескую защиту. Здесь даже принадлежность к какой-то группе уже не будет оказывать роли, ведь куда интереснее влететь в дуэль и переиграть оппонента умом. И вот по Warhaven складывается ощущение, будто разработчики хотели усесться на оба стула сразу, но промахнулись и плюхнулись прямо между. Игра представляет собой смесь различных полей сражения в форматах 6х6 и 12х12, где игроки принимают на себя роль одного из шести персонажей. В наличии есть мужик с мечом, девушка с копьем, мужик с молотом, мужик со щитом, девушка с кинжалами и девушка с исцеляющей палкой. Естественно, у них есть какой-то наспех написанный лор, но кого вообще волнует в играх такого жанра, почему условная леди дым раз за разом бьется на аренах? «Я заплачу любую цену, чтобы спасти чужого ребенка», — гласит фраза на карточке целительницы. Каким боком тут оказались чужие дети и как это связано с самим игровым процессом, история умалчивает. Лучше поговорим про боевку, ведь в сессионном экшене про сражения данный аспект играет ключевую роль. У большинства персонажей вся боевка крутится вокруг горизонтальной и вертикальной атаки, блока, нескольких способностей, уворота и ультимейта, которые можно использовать один раз за катку. Пойдем по порядку. Горизонтальные и вертикальные атаки — главный инструмент нанесения урона. Атаками можно нанести хедшот, и логично, что вертикальная атака для этого подходит лучше горизонтальной. В принципе, это вся разница. Никакого запаса выносливости нет, поэтому если вам хочется без остановки махать оружием, пожалуйста. Блок позволяет заблокировать практически все в игре, будь то обычный взмах оружия, вражеская атакующая способность и даже урон по области от пушек. Исключение составляют только специальные обилки для разбития блока. А так достаточно просто нажать одну кнопку, и по тебе урон не проходит. Но, чтоб это было не совсем читерно, разработчики заботливо добавили две важные механики, которые по факту работают максимально отвратительно. Я говорю про идеальный блок с контратакой и выносливость блока. Идеальный блок или парирование – это очевидная вещь для игр подобного жанра, так как ты должен получать преимущество за своё умение нажимать нужную кнопку в нужный тайминг. Но в нашей игре идеальный блок работает через задницу. По задумке, парирование в правильный тайминг ненадолго ошеломляет атакующего, а защищающийся должен получить ускоренную атаку, чтобы перехватить доминацию сражений. На деле же эта штука либо требует игры с нулевым пингом, чтобы получать адекватный отклик на действие, либо просто багается. У меня неоднократно случались ситуации, когда я проводил идеальный блок, блока это легко отслеживает с изменением иконки, начинал замах оружием и всё равно получал по лицу, потому что враг даже не подумал застанется. Подобная кривизна в ключевой механике сражений приводит к тому, что в дуэльных ситуациях один безостановочно лупит по ЛКМ, а второй сидит в блоке. Теперь про выносливость блока. Дабы игроки не могли полностью закрыться в защите навсегда и хоть как-то активно действовали, разрабы прикрутили стамину для блокировки. Но, внимание, разбить её обычными атаками в дуэльных ситуациях практически невозможно. Для этого нужно использовать специальный блок шред способности, но после получения одного удара врагу ничто не мешает снова зарыться в блок. По итогу в дуэлях зачастую победителем выходит тот, кому быстрее придёт помощь тиммейтов, так как драться в меньшинстве здесь затея, обречённая на провал. И вот само это осознание, что в игре про сражения в ближнем бою вся боёвка сводится к закликиванию противника и давке числом, меня вогнало буквально в шок. Нахрена вообще выпускать игру про средневековые сражения, форсить её на выставках, но при этом полностью забить болт на саму механику этих сражений? Где выбран направление удара? Где наказание за удары по блоку в виде замедления атак или наличия стамины для ударов? Где вот всё это, за что и ценятся такие игры? Как бы там себя плохо For Honor не чувствовал, но до сих пор ни один онлайновый экшен не смог даже близко подобраться к подобной реализации сражений. Тем более, в Warhaven нет ни крипов, ни других обстоятельств, влияющих на геймплей. Простой, суровый, забив игроков против игроков с супер-жидкими возможностями для показа своих навыков. На разбойнице с кинжалами разве что придётся попыхтеть из-за её комбинации и очень тонкой тушки. Ладно, что у нас там дальше? Способности. В качестве способности обычно выступают либо обилки для нанесения урона, либо обилки для смены позиции или специального парирования, либо обилки для разбития блока. Ничего особенного на этот счёт сказать не могу. Какие-то способности, как тот же заряженный ЛКМ молотом, могут шотнуть с одного удара. А условная кушка мечника бесполезна. Но при этом можно спокойно забить на всё и просто спамить обычные атаки. Сильно много по ощущениям не потеряешь. Опять-таки, кроме разбойницы, потому что там просто сметут и не заметят. Ну и хилерши. Её палкой лучше только хилить и никогда не бить. У вороты. Отдельно хочу это отметить потому, что в нашей особенной игре у всех персонажей у вороты разные. Мужик с молотом может отпрыгивать только назад, мужик с мечом может уклониться во все стороны, кроме рывка вперёд и так далее. И да, у ворот не даёт фрейма неуязвимости. Наконец, ультимейты. Один раз за матч игрок может на некоторое время перевоплотиться в божество, получив фактически другого персонажа. Естественно, в разы сильнее, чем базовые. Выбрать можно из грозной женщины со щитом и мечом, девочки, атакующей магией, метросексуала саппорта с палкой, защищающего всех щитами, и конного рыцаря с копьём. Как я понимаю, подобная механика с перевоплощением в особо опасного аватара задумывалась как элемент тактики. Мол, если у вас всё плохо или наоборот, нужно закрепить своё преимущество, то вот вам ёба-кнопка, решайте свои задачи. В целом, эту функцию ультимейты выполняют. Перевоплощение в божество позволяет с лёгкостью раскировать врагов пачками, если, конечно, не бежать в одиночестве, сломя голову навстречу всей вражеской команде. Я не могу понять следующее. А для чего делать данную функцию, доступной только один раз за матч, да и тем более всем подряд? Просто если обратить внимание на геймплей, то это же буквально моба-игра, где решают распределение ресурсов и координация со своими тиммейтами. Было бы куда разумнее сделать шкалу заполнения ульты за счёт игровых активностей с пассивным медленным накоплением, чтобы хоть раз за игру могли ультануть и те, кому вообще не везёт, но скилловые игроки могли бы не бояться, что если сольют кнопку сейчас, то до конца игры останутся ни с чем. Потому что сейчас ты ульту нажал разочек, и всё. Дальше занимайся гачимучи со спамом одной кнопки. Никакой прогрессии внутри матча. Да и никакой тактики в том числе. А в довесок к сырым механикам добавляются ещё и баги в самом геймплее. Удары часто могут пролетать сквозь врагов без единого намёка на регистрацию попадания, персонажи застревают друг в друге, иногда не работают никакие кнопки, кроме передвижения, и вот всё в таком духе. Зато пафоса в игре хоть отбавляй. Все такие прям грозные воинственные, размахивают оружием направо-налево, даже стартовый диплой в духе колды запихали, и МВП матча в слоумо показывают в конце игры. А на деле-то что? Получили симулятор закликивания одной кнопкой и давки массой. Я ещё хотел дождаться обещанного в октябре рейтингового режима, так как были надежды, что там либо свои правила, будут либо иной подход к балансировке команд, но никаких новостей о релизе ранкида нет, а вечно сидеть и ждать тоже не вариант. Вот что у Nexon'ов получается действительно хорошо, так это оптимизировать свои игры и пихать огромное количество визуальной херни для дополнительной монетизации. Warhaven отлично оптимизирован. Очень давно игры на моём железе не запускались в стоковых настройках сразу на стабильность у 44 фпс, а Warhaven умудрялся держать такой фреймрейт в любых игровых ситуациях. Вот за это прям уважение. Что же касается монетизации, то, ну, это Nexon, вы должны понимать. Тон на косметике, подавляющее число которой составляют рамки, иконки и граффити. Ну, как в Апексе, только похуже качеством раза в три. Некоторое количество как полноценных скинов на персонажей, так и отдельных частей, оружия и шлема. Боевой пропуск 90% наград, за которые скрыты за премиумной версией. Сейчас ещё анонсят нового персонажа, Барда, которого тоже можно будет получить сразу за донатик. Но, конечно, мы вам оставим возможность открыть его и за выполнение квестов. И в целом тут ничего особенного нет. Ни суперагрессивного навязывания за донатик, ни намёка на pay to win, ничего такого. Однако при настолько отвратительной реализации основной механики игры, подобное обилие косметического дроча лично мной воспринимается как натуральная насмешка над игроками. Мол, смотрите, нам настолько насрать на качество самой игры, что мы накидаем сюда пару десятков стрёмных скинов и эмоутов, и ничего не будем делать с основной игрой. Хотя упавший в помойку онлайн показывает, что у большинства игроков всё-таки здравомыслия остаётся. И самое смешное, что по словам давно следящих за проектом людей, на предыдущих тестах всё было нормально. Можно было и несколько раз ультить за матч, и направление удара выбирать, и даже лучник был как класс. Ладно ещё лучник, хрен с ним. С местной системой блоков и общей динамики сражений лучник будет либо постоянно лежать мёртвым, либо будет чересчур сильным. Отбалансить полностью рейнджовый класс в игре про ближний бой затруднительно. Остальное-то зачем убирать? Из Warhaven может получиться очень неплохая сессионка про средневековые бои, если доумады ведут хотя бы механику с вечными блоками и спамом одной атаки. А если вернуть выбор направления удара и масштабировать игру до матча с участием, ну, например, 50 человек, то конкурентов у проекта, считай, нет. Но мы все знаем, что произойдёт. Онлайн будет стабильно падать, выход контента замедлится, жалобы игроков будут игнорироваться, и в итоге Warhaven просто пополнит архив Нексенов, как ещё один проект, который очень хотел быть успешным, но не повезло, онлайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, на Twitch подписывайтесь обязательно, где я все игры под обзор в прямом эфире обкатываю, и по традиции увидимся в следующем ролике, друзья.